Чтобы было куда возвращаться со службы, 55 сотрудников Росгвардии сегодня получили новые квартиры. Сотрудники полиции, вневедомственной охраны, СОБРа, ОМОНа пришли на работу вместе с женами и детьми. А долгожданные ключи им вручил главнокомандующий войсками Виктор Золотов. Одной из первых новоселов поздравила Анна Поляруш. Маленькая Саша на руках у мамы эту церемонию не запомнит. Какую трохотную комнату в общежитии, где сейчас живет семья сержанта полиции Максима Орлова. Но родители расскажут дочке, что ключи от квартиры вручил им губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и главнокомандующий войсками Национальной гвардии России Виктор Золотов. Вы в виде счастья на их лицах. Потому что свое жилье, знаете, это и есть свое жилье. Люди как бы начинают жить совсем по-новому. У них вот дети маленькие, знаете, просто все светились счастьем. Поэтому, Владимир Владимирович, это оценка нашей работы. Еще раз спасибо огромное. Спасибо большое. Эта оценка двойное отлично. 55 квартир выделил Ставропольский край сотрудникам Росгвардии. Недавно созданная служба уже показала себя в защите правопорядка и безопасности ставропольцев. В том числе во время недавних паводков. Сотрудники Росгвардии одними из первых прибыли в зону стихийного бедствия для спасения людей и их имущества. Это та толика безопасности, которой, знаете, нам очень долгое время не хватало. И сегодня она у нас есть. И спасибо за это. И мы для этого будем все, скажем так, задачи, которые перед нами поставлены, решать. А я хотел бы еще раз, если можно обратиться ко всем моим коллегам, главам. Очень важно, чтобы наши люди чувствовали свою безопасность. И очень важно, чтобы люди, которые обеспечивают эту безопасность, чувствовали заботу властей. Поэтому присоединяйтесь, помогайте вновь созданной структуре, которая защищает нас и наших граждан. Награду в этот день получил и сам Владимир Владимиров. Генерал армии вручил ему медаль за содействие. На сцену за ключами от собственных квартир поднимаются майоры и полковники. Все они долго ждали, когда обретут собственное жилье. Молодой сержант Максим Орлов даже не предполагал, что получит квартиру так скоро. Говорит, это не только его заслуга. В 2004-м жизнь за страну отдал отец, сотрудник вне ведомственной охраны Александр Орлов. Он погиб в Ингушетии при исполнении служебных обязанностей. Свою дочью Максим назвал в честь папы. Естественно, с маленьким ребенком это огромное счастье жить в своей квартире. Три комнаты у нас. Я ее не видела. Но папа был, сказал, очень хорошо. То есть, как бы с ремонтом. Три комнаты, ремонт. Все коммуникации есть, все проведено. Завозить мебель и жить. Собственную квартиру счастливые новоселы увидят только завтра. Сейчас Максиму пора на службу.